Трудное местоописание с библейским порталом Экзегет Он, о Христе говорится, он в однеплоти своей, ну, то есть во время жизни, во плоти, во время земной жизни, сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти Ну, вероятно, имеет сюда моление в Гефсиманском саду, да, когда он просил, да, мимо едет чаша сия И услышан был за свое благоговение Ничего себе услышан, чаша мимо не прошла Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, все перестаем понимать, а дальше совсем И совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека Почему здесь еще Мелхиседек упомянут? Не сейчас, это, безусловно, трудное место, но давайте пока без Мелхиседека Так вот, что же это все значит? Совершивший сделался для всех послушным ему виновником спасения Виновником можно быть чего-то плохого Но здесь, к сожалению, русский язык синодального перевода, он такой очень архаичный Ну, слово «вина» в древнерусском, церковно-славянском, оно обозначает причина Интересно, что это может быть любая причина, причина чего-то хорошего Виновник спасения – это причина спасения Он стал причиной того, что люди обретают спасение Ну, русский язык пошел в такую сторону, как, знаете, есть слова в разных славянских языках Там, урода по-польски – это красотка, например, да, по-русски наоборот, да, которые меняются Одни значения положительные, другие – отрицательные Вот вина в русском языке ушла в отрицательную сторону Вина – это что-то плохое Причина – в значении ответственности Кстати, это отдельная большая тема Я довольно часто о ней думаю, что у нас часто вопрос «кто виноват?» заменяет вопрос «в чем причина?» Ну, что произошло и что нужно исправить, чтобы этого не было Вместо этого бесконечно выясняют, кто виноват и, конечно, показывают Вот он, она, не я, не я, не я, я не виноват Если брать это слово в древнерусском значении, то вина – это просто объективная причина Кстати, отсюда винительный падеж Ну, причина того, что происходит действие – это объект этого действия Если кто-то печет хлеб, то хлеб – причина того, что происходит процесс выпекания, да Поэтому винительный падеж – это никого винить, а на что обращено действие, что служит его причина Ладно, это было отвлечение А что же у нас здесь сказано-то в результате? Он еще и совершившийся виновник Давайте посмотрим в греческий Вот это самое «Айтиос» – это виновник, но причиной он стал вечного спасения А что значит «совершившись»? Ну, буквально это пассивная ористь, причастие Буквально это означает «будучи усовершенствованным» Это что еще за усовершенствование Христа? Как это может быть? Какое-то техническое сооружение, изобретение можно усовершенствовать, чтобы оно еще лучше работало А вот как раз перед этим мы читали Христос приносил молитвы тому, кто мог спасти его от смерти отцу И был услышан И я еще тогда сказал, как это был услышан, если смерть все равно его постигла Однако он страдание именовы к послушанию Зачем было сыну страдать? Вообще-то огромный богословский вопрос Я уверен, что многие над ним размышляли и читали всевозможные объяснения А что, Бог нуждался в том, чтобы сын был убит жестоким образом? Ни один нормальный отец этого не потребует от сына Или что, без этого сын там, как иногда выстраивают такие теории чисто юридические Без этого сын не покрыл счета за грехи Вот, как, знаете, там оштрафовали за что-то и нужно заплатить штраф Вот он заплатил за всех штраф Если бы он не умер, он бы его не заплатил Ну что, Бог неволе на амнистию этих штрафов дать? Да, эти штрафы сильнее Бога, что ли? Эти наказания, они над ним властны, а не он над ними? А вот здесь другой подход Он страданиями навык послушания Причем здесь страдания, послушания Ну, может быть, есть перевод еще Давайте я свой прочитаю Синодальный, конечно, ужасно тяжел в таких местах Послания к евреям иногда Абсолютно непонятно Я, может быть, начну чуть раньше Я начну прямо с начала пятой главы Которую мы сейчас разбираем Всякий первосвященник, избранный из числа людей И заступается за них пред Богом Приносит ему дары и жертвы за грехи Он может быть снисходительным К людям невежественным и заблудшим Ведь он и сам подвержен слабостям И поэтому вынужден приносить жертвы Не только за грехи народа Но и за собственные грехи И такой чести никто не добивается сам по себе Чести быть первосвященником А лишь по Божьему призыву Как было и с Аароном Так было и со Христом Не сам себя он прославил, как первосвященника А тот, кто сказал ему Ты сын мой сегодня, я тебя породил Так в другом месте он говорит Ты священник вовек, почин Мелхиседек Ну, это отдельный вопрос В общем, Господь сделал его первосвященником И человек-первосвященник Может приносить жертвы за слабых людей Потому что он слаб и грешен Христос слаб, Христос грешен? Нет И автор послания к евреям это подчеркивает Тогда он нас не может понять, правда? Вот я слабый грешный человек Я к нему обращаюсь А для него все эти мои просьбы Это, ну, как для меня какое-то зудение комара Я не комар Я не знаю, что такое быть комаром И он же не знает Когда он жил во плоти То с громким плачем и слезами Вот его слабость Вознес молитвы и прошения к тому Кто мог избавить его от смерти И в смирении своем был он услышан Хотя и был он сыном Но принял страдания И так обрел опыт покорности Богу Смотрите Обрел опыт покорности Богу Это совершенство Оно в нем и заключается Теперь он совершенный Стал источником вечного спасения Для тех, кто покорен ему Таким первосвященником Почином Мелхозидека Назвал его Бог То есть Без страданий Нет моста Между ним и мной И вами И огромным количеством людей Ну Я не так страдал в этой жизни Чтобы себя сравнивать с кем-то Кто действительно Прошел через что-то страшное Но без этих страданий Никто из нас не может сказать Господу Но ты же это знаешь Ты же через это прошел Ты же можешь меня понять Очень много древних народов Молилось своим богам Которые к ним не сходили Принимали образ человека Или не сходили в каком-то образе Там Особенном Красивом Там Афина помогала Одиссею У Гомера подробно описано Чуть что является Афина В самых разных обличиях И Одиссею подсказывает Как себя вести Там Улаживает его дела С разными другими людьми У Афины нет одного Вот Одиссею Он Оторван от семьи Он Воевал Страдал Он пытается вернуться домой Он любит свою Свою семью А Афина Хоп И вернулась куда хочет И перенеслась в любую точку пространства Она Не подвержена страданию У нее нет опыта Человека Она может принять форму человека У Гомера Я не считаю Что на самом деле Существует богиня Афина Ну Гомер так описывает Да Но никогда Одиссея не скажет Яфина Ты же меня понимаешь Ты же через это прошла А мы Христу сказать можем Его совершенство Не в том плане Что ему не хватало Положительных качеств Мне не хватает Ну наверное Каждый о себе так скажет Хотелось бы быть совершенным Ну вот Очень много для этого Очень многого Не достает Да А у него все это есть Но у него нет опыта Слабости У него нет опыта Боли У него нет опыта Умирания И он его получает На кресте И получает Не просто Вот захотелось Экстрима Да А получает Его в послушании Отцу Вот автор послания К евреям Мучительно размышляет Над проблемой Зачем он умер Нет Мы знаем ответ Он знает Догматически правильный Ответ его искупление Грехов всех людей Что это значит Как это получилось Что вот я грешен А две тысячи лет назад Кто-то умер на кресте И хопа А я не грешен Какая связь Вот как это работает И он Размышляя Над этими темами Он Постоянно К этому вопросу Возвращается Он говорит Смотрите Его смерть Это его совершенство Это полнота Его человеческого опыта Он проживает Человеческую жизнь Включая Самые страшные Ее стороны Он погружается В эту человеческую жизнь Тем самым Он берет нас Вот чтобы спасти Утопающего Надо войти в море Нельзя его спасти Оставаясь на Берегу Приятном Попивая В шезлонге Какие-нибудь Коктейли Любуюсь Бушующим морем Правда Ты не спасешь Ты должен броситься Ты должен в эти волны Войти Они тебя должны Захлестнуть Ты должен Схватить этого человека Который может быть Не соображает уже ничего Сам тебя будет топить Да И вытащить его наружу Вот он делает это И в этом его совершенство Он не сидит в шезлонге С коктейлем Любуюсь На то Как мы погибаем В волнах Ну а что такое Чин Мелкоседека Это отдельно Надо разбирать Сделаем это тоже Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому